Американская мечта Американская мечта Именно поэтому мечту ассоциируют с грезами и сновидением Кто там? Твой знакомый друг, Пайл Дом изъят за долги О, только не это! У меня нет больше денег У моего работодателя проблемы Пожалуйста, в следующем месяце будут деньги Вы не можете забрать мой дом Это ваша подпись на долговой расписке? Ладно, договоримся по-хорошему Вы говорили, что вы хороший кредитор, верно? Эй, подожди! Даже собаку забрали О нет, не забирайте мою мечту Почему же такое происходит? Хартман? Это ты? Много времени утекло С четвертого класса Это машина времени? О моей компетенции Можешь не беспокоиться Садись, у нас мало времени Но я должен в банк идти Я должен вернуть свою жизнь Они все у меня забрали О, банк Банк тебе уже не поможет Открывай багажник Это запасные яйца Пристегни их Они тебе пригодятся И ты вернешь мою мечту? Нет, Павел Ты сам вернешь Я лишь покажу, как это сделать Зима 2006 К твоим услугам Первый национальный банк Что о банке ты хочешь спросить? Местечко любопытное весьма Здесь и время И ирония И еще неизведанное Ты все время будешь говорить загадками? Смотри внимательно, Павел Пример А Они пришли, чтобы надежно вложить свои деньги Пример Б Это те, кто хочет одолжить денег для каких-то целей Эй, это же я И это пример С Только у банка есть деньги, чтобы одолжить таким людям, как и ты Эй, эй, это тот парень Это он забрал мой дом Твой крик слышу только я, Павел Континуум пространства-времени Он не может тебя услышать Так, на чем я остановился? Погляди Когда пришла твоя очередь, Павел Деньги в банке уже закончились Но он дал мне денег И порядочный процент на них наложил Да, и это единственный способ, каким банк делает деньги Раздавая Ссуды Долг — это деньги, Павел Запомни это Долги и деньги равны Чем больше суд раздает банк, тем больше денег получает Но если у них нет никаких денег, откуда они достали деньги для меня? Тогда сделаем шаг назад, Павел Но так нельзя Нет, можно Но это еще пустяк Эй, парниша, денег хочешь? Но ведь они же так не поступают Эх, они поступают именно так, Павел Запомни, банки получают доход, раздавая кредиты Продавая кредиты даже в очень рискованных случаях Общежитие Эй, красавчик, хочешь денег? В долг? Лишь подпишись тут Черт побери Ммм, они называют их свободными деньгами Да, именно так мне и сказал мой кредитор Но они не свободные Твоя жопа принадлежит нам Самое худшее было суживать деньги людям, которые в них не нуждались Таким людям, Павел Как ты? Ты прав Я даже в них не нуждался Я и так был счастлив Я в них не нуждался Почему же он грустный? Ведь он делает все эти деньги Тише Он думает Сейчас Сейчас Бинго! Смотри, банкир раздает кредиты всем горожанам Ведь чтобы больше получать, надо больше одалживать Больше? Так сколько же денег им надо? Еще больше Ого, что это? Смотри, черный конь скачет Кредитные карточки Рефинансируй свой дом О, смотри Все теперь наладится Все теперь наладится Что теперь? Теперь? Теперь, Павел На эти деньги мы здорово оттянемся Вечеринка О, это превосходно Мне нужно развеяться Когда я вернусь, я все исправлю Надеюсь, что и с собачкой все хорошо Бен Бернанки Я тебя достану, мой милый Да он в безопасности, я уверен Запиши это на его счет Мелочь оставь себе Отлично Ты знаешь, я тут только что подумал Если я получил эти деньги из банка А банк получил их из грузовиков Федерального резерва Продолжай То откуда же взял деньги Федеральный резерв? Весьма приятное время, девочки Просто прелесть Извините, это я у вас одолжу Скажи, Хартман, почему на моей голове бикини, как у грабителя? Потому что никто не может попасть во внутрь Федеральной резервной системы Ни ты, ни я, ни честно избранный член Конгресса Или даже Верховный судья И даже Верховный судья? Даже Верховный судья Ни Департамент юстиции, даже ЦРУ, ДИА, ФБР, АТФ, БТИ, НБС Ни даже сам БОГ Как это возможно, чтобы правительство не пускало себя в свое собственное здание? Правительство Пайл Федрезерв – это приватный банк, управляемый частными акционерами Это место такое же федеральное, как и Федерал Экспресс Частный банк? Частный? Лучше помолчи, Пайл Это Эйтен, Федеральный резерв Здорово, Эйт, это Билл, Первонациональный банк Здравствуй, Билл Как дела? Отлично, отлично Не подбросишь немного деньжат? Без проблем Сколько тебе надо? О, скажем, 20 миллионов Чего? Прекрасно Вышли им завтра утром первой партией Погоди Ведь нельзя же просто так позвонить Фед, попросить денег и получить, сколько попросишь Нет, Пайл Фед не дает банку деньги Фед дает банку ссуду А банки обязаны их возвращать с процентами Погоди немного, я все еще ничего не пойму Откуда же Федеральный резерв берет деньги? Ты ведь говорил, что это приватный банк, верно? Тогда кто же поставляет деньги в Федеральный резерв? Казначейство США, Мел у телефона Привет, Мел Первому национальному нужны еще 20 лимонов Наши прессы и так уже на полных парах Нужно создавать долги, нужно, чтобы деньги умножались Ладно, ведь вы же Федеральный резерв Сделаем, как вы сказали 20 лимонов еще, на завтра Но я так и не врубаюсь Что плохого в том, что Федеральный резерв деньги печатает? Это антиконституционно, Пайл Наша казна должна печатать наши деньги Но сейчас Фед контролирует эмиссию американских денег Никто не получит и долбанного доллара, пока Фед его не напечатает Ну и? Они печатают деньги Дают в кредит государству Облагая правительство процентами А затем правительство облагает налогами нас Я все еще не пойму, в чем тут прикол Ммм, ты прав, Пайл Подожди минутку Значит, я... Да, я забыл, как удачно они держат тебя в дураках Хорошо, хорошо... Эй, я не дурак А ты хоть представляешь, что такое деньги, Пайл? В древности люди обменивались вещами Они обменивали имеющиеся вещи и продукты на то, чего им хотелось Меняю свою малину на твои пирожки А мне не нужны твои ягоды Ну же, Пайл, это очень сладкие ягоды Они не сладкие, они вялые И вообще я не люблю ягод Дай мне пирожок Нет, как видишь, прямой обмен создавал некоторые проблемы И вот в один прекрасный день пришел ювелир и сказал Теперь, когда все согласны, что золото — это ценность Почему бы нам его не менять на нужные нам вещи? Цена, выраженная в золоте, значительно облегчила торговлю Ибо люди могли менять золото на все, чего им хотелось Хартман, посмотри на мое золото! Эй, эй, остановите его! Это мое золото! Проклятые воры! Смотри, Пайл, у меня есть сейф и охранники Я могу охранять ваше золото За небольшую плату Да, конечно, это было бы прекрасно Видишь, Пайл? Вот так первый банк делал деньги Это тебе, Пайл Я тебе должен 100 золотых монет О, прекрасно! В любое время можете вернуться и забрать свое золото обратно Я буду здесь же, возле своего сейфа Теперь, Пайл, ты держишь в руках первые бумажные деньги Удивительно! Это все имеет смысл Хорошо, прекрасно! Каждый начинает пользоваться долговыми расписками Поскольку все знают, что они такие же надежные, как и золото О, у этой сладости действительно правильная цена Одна долговая расписка Потом я себе куплю еще Эй, погоди! Минуту назад я платил одну долговую расписку за шоколадку А теперь он 10 хочет? Они не могут так поднимать цены О, кондитер может Кондитер может Подожди, так это чертовски неправильно А это называется инфляция Пайл Она делает твои долговые расписки все менее и менее ценными Пока они не потеряют свою ценность совсем Это истинная цена бумажных денег Но я тяжело работал, пока испек все эти пирожки Теперь что? Я должен работать больше, а зарабатывать меньше? Но если ты считаешь, что это несправедливо Смотри следующую часть Что он там делает? Как банк создает деньги, Пайл? Создавая больше долгов? Правильно! Молодца! Видишь, он печатает больше долговых расписок, чем у него есть золото Раздает их под процент Получает хорошие деньги И никто ничего не заподозрит Пока все сразу не захотят забрать свое золото обратно Но это же мое золото Уже нет Да хватит заливать Я хочу забрать обратно свое золото Большое спасибо Закрыто на обед Мне нужно мое золото сейчас! Вор! Вор! Люблю руководство банка Оно объединяет людей Смотри, они все узнали, что их обкрадывают И побежали в банк, требуя свое золото Но, как сам видишь, золота тут нет Хартман! Не волнуйся, Пайл В те древние времена ты мог бы отомстить Три вещи в этом мире делать нельзя Никогда не трогай женщину другого мужчины Никогда не задевай эго другого мужчины И самое главное Никогда не трогай деньги другого мужчины Ибо тот мужчина Тронет тебя О боже, ты его повесил? Да, Пайл Мы его повесили Мы его повесили высоко И ты знаешь, почему? Потому что он был вор? Потому, Пайл Что свершилась ужасная вещь Этот человек открыл Как превратить бумагу В золото Так была изобретена отвратительная машина Способная отбирать реальные деньги И порабощать все народы мира Оно действует! Перестань Слишком драматизируешь Да, я потерял свой дом, но... Что это? Объясни Атомная электростанция? Угу Производит много энергии и мало выбросов Изобретение во благо человечества Ладно, и что с того? Три Два Срань, Господня! Атомная энергия Открытие более мощное, нежели человечество могло себе представить И она может быть использована во благо Или во зло Но в отличие от Эйнштейна Открытие ювелиров стало самой охраняемой тайной Которая никогда не освещалась Это открытие называется банковские операции с частичными резервами В руках мошенников это оружие помощнее атомной бомбы И может полностью уничтожить народ, который сопротивляется этому извращению Нет, 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 нет Пора остановить это секретное зло и человека, стоящего за ним Пока Америка не уничтожена окончательно Поверь мне, Пайл Нет, 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 нет Я просто хочу вернуть свою собачку Эх, к черту, я сдаюсь Пусть они живут в своих оковах Нет, Хартман Древо свободы должно время от времени удобряться Кровью патриотов и тиранов Томас Джефферсон? Мистер президент, как мне его образумить? Так же, как это сделали мы, сынок Убеждая Истина спрятана очень глубоко И свет нашей свободы тускнеет с каждым днем Бери моего коня Покажи им Постой, объясни Куда мы едем? Вперед, конь свободы Скачи быстрее, святой ветер Ой, где мы? На битве в Атерлоу Держись, мы должны проскочить Машина денег, она здесь Эй, один банк с обеих сторон? Могучий банкер Ротшильд из Германии Скачет под флагом с красным щитом Они финансировали обе воюющие стороны Нам надо поторапливаться Это он, курьер Ротшильдов Стреляй в него Ни в кого я стрелять не хочу К черту, Пайл Что? Он сокрушил всех новостями с войны Сказав англичанам, что победил Наполеон Агенты Ротшильдов знали правду Но прикинулись, что Англия обречена И стали продавать свои акции Англичане бросились лихорадочно за ними Избавляться от своих Но англичане же победили, верно? Конечно, победили Это был просто трюк Ротшильдов Они выждали, пока акции упадут ниже Плинтуса А потом скупили Англию почти за бесценок Что? Скупили все? Как? Когда английские лидеры узнали это У них не оставалось другого выхода Как только отдаться на милость Ротшильда Их деньги пропали А они стали рабами военных долгов Ротшильда С этого времени англичане стали платить государственные налоги Прямо в приватные банки Ротшильдов Но люди об этом не знают Банкиры же хвастались тем, что они с нами сделали Издевались над нами все руководители банка Это лучшая сделка, проведенная мной Если я контролирую выпуск государственных денег Мне нет дела до тех, кто пишет его законы О, это и есть то, что Джефферсон хотел мне показать? Нет, Пайл, смотри Они и в Америке тоже? Банки Ротшильдов находятся здесь, Пайл Ища способ разрушить нашу американскую мечту И твою мечту, Пайл Мечту свободных людей Они уже пытались взять контроль над нашей страной много раз Но безуспешно Джефферсон и другие патриоты смогли остановить это зло С Божьей помощью они не позволили банкирам взять здесь верх Чтобы сохранить нашу независимость Мы не должны позволить нашим руководителям загнать нас в вечный долг Мы должны выбрать между экономикой и свободой Процветанием и рабством Я ставлю экономику во главе основных ценностей республиканцев А государственный долг есть наибольшая угроза, которой стоит опасаться Если так пойдет и дальше, будущие поколения будут выплачивать эти долги Мы обязаны получить центральный банк, чтобы защитить финансы этой страны Если американцы когда-нибудь позволят приватным банкам контролировать эмиссию наших денег То сперва через инфляцию, а потом через дефляцию Банки и корпорации, которые вырастут вокруг них Отнимут имущество у людей А их дети окажутся бездомными в стране, завоеванной их отцами Джефферсон, ты сошел с ума В этой стране будет центральный банк Кто это? Первый секретарь американского казначейства Александр Гамильтон? Но ненадолго Аарон Барр, вице-президент Джефферсона Он не был слишком любезен по отношению к первому секретарю казначейства Отличный выстрел, Барр Первые попытки учредить центральный банк продолжались 20 лет, но были пресечены Но банкиры выступили снова против крепкого орешка Эндрю Джексона Вы являетесь скопищем змей и воров Я намерен вас вышвырнуть отсюда вон И во имя Бога я вас вышвырну Выжив после покушения, Джексон наконец победил банк в 1836 На вопрос, какое достижение он совершил в своей жизни, крепкий орешек ответил Я убил банк И это были его последние слова Я убил банк И с настоящими деньгами, покрытыми настоящим золотом Наша страна стала развиваться быстрее всех стран в истории О, это было прекрасно, Пайл Но банкиры, жаждущие большей власти и богатств Придумали новый коварный план Навсегда забрать контроль над финансами Соединенных Штатов В 1910 году состоялось секретное совещание во владениях Джипи Моргана на острове Джекил на побережье Джорджии Эта встреча была такой секретной и так скрывалась от властей и общественности, что 10 ее участников использовали псевдонимы Джипи Морган, псевдоним Hula Girl Я, несомненно, самый богатый человек, так что я и буду управлять суперсекретным центральным банком Рокфеллер, псевдоним Луб Джоб Но у меня все они овте Америки Я определенно богаче теперь, чем ты когда-либо будешь, Hula Girl Я возглавлю суперсекретный центральный банк Ты никто по сравнению со мной, Луб Джоб Молчать Верховный мастер, я не знал, что вы собираетесь быть здесь Меня и нет, и вас тоже нет О, да, верно, верно Какой он умный Никто из вас не возглавит банк В прошлом нам не повезло из-за открытости Теперь ключ к успеху — скрытность Люди должны верить, что они управляют банком Конечно, блестящее, мерзкий удар Но каков план? Во-первых, мы создадим панику А во-вторых, предложим решение Посредством нашего человека в правительстве И правильно выбранного времени Мы получим свой центральный банк И чтобы люди думали, что он принадлежит им Мы назовем его федеральным Федеральный резерв Они нанесли свой удар 23 декабря 1913 Когда большинство конгрессменов ели дома пирожки с джемом Эти бандиты, в смысле банкиры Представили свой коварный план Новоизбранному ими президенту Уудро Уильсону Он согласился его подписать еще до своего избрания Погоди, и АРС? Служба внутренних сборов? Я думал, что она у нас всегда была Нет, Павел Ко всему они осчастливили нас и этим Федеральный резерв теперь имеет страшную силу Право печатать американские деньги Они суживают эти деньги нашим банкам и правительствам под проценты Немедленно налагая на наши деньги долг Печатая все больше и больше долларов Делая их все менее и менее ценными Счастливого Рождества Это что за хрень? Из-за того, Павел, что наше правительство Теперь обязано выплачивать этот долг Федеральному резерву Твои налоги не достаются твоему правительству Как так? О, это самая наглая кража в истории человечества Но все же я не совсем врубаюсь в то, что ты говоришь Это все весьма запутанно, Хартман И я не вижу, как это влияет лично на меня Если бы я имел денег больше Этого не случилось бы Хартман 55-й год? И что мы тут потеряли? Малость отоваримся Ну-ка, подержи это Литр бензина 6 центов Почтовая марка 3 цента Грамм золота Доллар 25 А эта красотка? Неоценима Пора вернуться Эй, Хартман, верни машину времени О, ведь это был Майкл Джей Ах, с ним будет все в порядке Теперь, Пайл, проверь Ты продаешь сегодня все из того, что приобрел в 55-м году Ну да, одну марку Галлон бензина Унцию золота И один дом Ничего себе, сколько баксов выручили Эй Нужно заплатить налоги По крайней мере, приятно было потрогать такие деньги Погоди, так несправедливо Теперь у меня меньше денег Я даже не могу купить те вещи, которые только что имел Служба внутренних сборов и создаваемая Федеральным резервом инфляция работают вместе Они облагают налогами не прибыль, а свою инфляцию Ты сегодня не более богат, чем был в 55-м И теперь тебе это кажется более честно? По-американски? Да уж, кто из нас любит налоги? Во всяком случае, я терпеть не могу эту АРС Пайл, чем большую инфляцию они создают, тем больше обдирают нас Ты не платишь налогов больше Ты платишь налогов столько же Только тебе остается все меньше Они забирают наше право на собственность прямо у нас на глазах Точно так, как об этом предупреждал Томас Джефферсон А это что? Они засекли нас Быстрее, мой меч! Какой меч? Нам не нужна ваша банковская машина Я приговариваю вас к смерти, сдохните к черту Пайл Бернанке хочет отыграться Давай-ка сделаем его То, чему мы противостоим по всему миру Это монолитный и жестокий заговор Который для расширения своего влияния Опирается в первую очередь на скрытность Что случилось? Где я? Я уверен, что теперь ты уже понимаешь, Пайл Ты только боишься Джон Кеннеди? Хартман, а что общего между этим и моей собакой и домом? Ладно, с меня хватит, я хочу домой Это последний президент, восставший против Федерального резерва Ты должен это увидеть 4 июня 1963 года президент Кеннеди подписал исполнительный указ номер 11110 Этот исполнительный указ обязывал казначейство США издавать реальные деньги без вмешательства Федерального резерва И это сработало бы План Кеннеди по демонтажу частной печатной машинки начался Шесть месяцев спустя Кеннеди уехал в Даллас и больше не вернулся Невозможно Они не могли сделать такое Новый президент Линдон Джонсон остановил действия указа Кеннеди И после Кеннеди ни один президент не решался сопротивляться таинственным силам, стоящим за Федеральным резервом Он объединяет все больше и больше банков Печатает все больше и больше денег, не обеспеченных ничем Обдирая весь наш народ во благо нескольких Но почему они это делают? Если они обдирают нас, значит они обдирают и глобальных банкиров тоже Нет, Пайл, они защищены Они слишком большие, чтобы рухнуть Но я Нет Эти сукины дети Все они сукины дети Холодный день Леденящий сильный ветер Но мы были решительны Банкиры и их паразиты превышали нас численно Но их высокомерие ослабило их Но не нас Но не этих собравшихся, готовых на смерть Мы пришли, чтобы вернуть обратно свое Хартмен? Это не... Это мой пес А черт Это неизбежно Хозяева денег не могут нас больше игнорировать Они послали эмиссара Винтик в машине жадности Чтобы склонить нас сдаться Хэнк Полсон Хартмен Это святотатство На нас стоит вся земля Бессмысленно бросать вызов нам О, этот взгляд я уже видел раньше Взгляд хищника Выискивающего себе добычу Жесткий Безбоязненный взгляд свободного человека Ты зашел слишком далеко, Хартмен Дальше, чем большинство Будь благоразумным Присоединяйся к нам Мы дадим тебе денег Власть Все, чего пожелаешь Ты можешь стать одним из нас Если падешь на колени Ты можешь стать одним из нас Безумец Ты безумец Мы предлагаем тебе все Ты думаешь, это что? Это Америка Америка Бенджамин Франклин Америка 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 Продолжение следует... Продолжение следует...